Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами распакуем мои новые ароматы. Ко мне приехала большая, очень интересная посылка с интернет-магазина Рандеву. Там я заказала те ароматы, которые я давно хотела. Также ароматы были, которые интересны, действительно, которые являются новинками. И я решила разделить это видео на несколько частей, чтобы видео не получилось слишком затянутым, слишком длинным. И думаю, так будет интереснее. Давайте приступим. Название всех ароматов, как всегда, пропишу в инфобоксе. Там же оставлю все ссылочки на ароматы и оставлю свой промокод на скидку 10% на сайт Рандеву. В принципе, там, где я это все приобретала. Применяйте промокод, если вам это актуально, и экономьте на своих покупках. Давайте приступим. Сегодня мы с вами распакуем два аромата, которые действительно я хотела. Те ароматы, с которыми я подробно познакомилась. То есть у меня были пробнички, клевантики этих ароматов. И это действительно были такие обдуманные покупки, не вслепую. Позже также у нас будет распаковка ароматов, где у меня была слепая покупка. Но это, в принципе, новинка этого года. И, соответственно, нигде не было. В принципе, отзывов практически на этот аромат нет. По-моему, один отзыв всего на фрагрантики. И, в принципе, про это я брала вслепую по приятной цене. Ну, в общем, давайте приступим. Начнем с моих обдуманных покупок. И первая покупка – это у меня аромат от бренда Вильгельм Парфюмери, который называется «Face of Francis». И, кстати, это у меня первый аромат от бренда в объеме 100 мл. До этого я приобретала только в объеме 10 мл, 20 мл и 50 мл. 100 мл у меня не было еще ни одного флакончика. А тут была цена выгоднее, мне показалось, потому что там всего несколько тысяч была разница между 50 и 100. И мне почему-то этот аромат захотелось именно в объеме 100 мл. В коробке, мне кажется, честно говоря, 50 и 100 мл, они плюс-минус по размеру похожи. Что 50 мл коробочка большая, что 100. Но, в общем, давайте распаковывать. Вот таким вот образом открывается коробка. Эта вот часть у нас отодвигается. И вскрываем саму коробочку. Мне, кстати, очень нравится оформление Вильгельм Парфюмери. Во-первых, этот яркий такой желтый солнечный цвет. Ну и плюс качество коробок очень классное. И, в принципе, сам дизайн. Единственное, флакончики бренда занимают уж очень много места. Коробка открывается вот таким вот образом. И здесь уже сам флакончик у нас. Да, флакон, конечно, такой увесистый. 50 мл такой он малыш. И коробки, наверное, даже одинаковые. Просто вот эта часть вырезана под маленький флакон. И, соответственно, сам флакон такой миниатюрный. Здесь же такой довольно большой увесистый флакон. Магнитные крышки идут у бренда. И что скажу про этот аромат? Это новинка. Как вы знаете, новинка этого года. И довольно спорная новинка. Кому-то он понравился очень. Кстати, не очень удобно такие флаконы держать в руках. Кому-то аромат этот понравился очень. Кто-то его не особо оценил. И что скажу я? Во-первых, я здесь ощущаю явную ноту шафрана. На старте это прям ощутимо. И, в принципе, шафран здесь и заявлен. Далее у нас здесь присутствуют альдегиды. Здесь также заявлена нота фисташки. Высушенная древесина. Плавник. Можжевельник. Уд. Стирок. Серая амбра. Витивер. И нагармот. Согласитесь, пирамида такая, ну, на любителя. Необычная. Что могу сказать я? На старте это действительно яркий шафран. Он даже дает немного такое металлическое звучание. Здесь действительно есть такая сложность, плотность, многогранность. Терпкость в аромате. И вот этот вот старт этот дает многим даже кожаный такой аспект. Я не ощущаю здесь как такого кожа. Если, конечно, прям искать, то да. Ее можно услышать. Но для меня все-таки на первый план выходит фисташка. Особенно, можно сказать, мороженое с фисташкой, потому что есть вот этот холод. Немного металлический холод именно от мороженого. То есть, ощущение вот именно действительно холодного мороженого с фисташкой. Фисташки, может быть, еще какие-то орешки. И, по сути, можно сказать, что это красивая гурманика необычная, нетривиальная. Обыграна вот таким вот ярким звучанием шафрана. Здесь шафран не дает, потому что многие считают, что если шафран, то это бакара. То есть, отсылка этих двух корей. Нет, я здесь не скажу, что это бакара. Это просто вот именно действительно звучание яркого шафрана. Но, как и сказала, с этим ароматом стоит быть аккуратнее. То есть, перед покупкой обязательно знакомиться, не приобретать слепой. Потому что, как сказала многим, он абсолютно не про гурманику, не про фисташку, не про мороженое. А больше про кожу, ут, вот такую вот яркость, терпкость. Поэтому, да, в этом плане нужно, конечно, тестировать перед покупкой. Но мне аромат понравился безумно. Он очень стойкий, яркий, громкий, шлейфовый, все собой заполняющий. Поэтому просто обожаю. Очень нравится аромат. Рада своей покупке. Далее, следующий аромат, который я приобрела, это вообще была покупка под влиянием моих зрителей. То есть, зрители мои очень рекомендовали этот аромат. Вообще, у меня есть аромат от этого бренда. И бренд этот парфюм и де Ференси. У меня есть композиция Буанталенти, которую я покупала. Я, честно говоря, не помню. По-моему, я даже брала... Нет, не вслепую мне присылали на слепой затест этот аромат. Я уже после слепого затеста, после знакомства, покупала композицию эту. И я просто в восторге. Настолько там красивая такая фруктовая, сливочная гурманика, я бы сказала. То есть, такое приятное звучание. И также мне очень рекомендовали этот аромат под названием Фиорде Пен. И мне, в принципе, интересно было с ним познакомиться, но меня смущала очень нота хлеба в пирамиде. Мне казалось, что это, наверное, будет что-то такое слишком съедобное. Потому что, в принципе, Буанталенти тоже довольно такой гурманский съедобный аромат. Ну, не съедобный, но именно в такое сладкое, да, гурманское прочтение. И все-таки я решилась приобрести эту композицию. Решилась я на пробник сначала. То есть, все-таки слепу я побоялась его приобретать. Я заказала себе этот ливантик. Разносила, я поняла, что мне он нравится. В общем, сейчас расскажу вам более подробно. Он выполнен вот таким вот образом. Здесь именно коробочка идет в форме такой открывающейся коробки. Потому что у меня в Буанталенте просто тут сверху открывалась коробка сама. И, кстати, забегая вперед, могу сказать, что я здесь заказала пробничек одного аромата. Также от этого бренда. И уже заказала флакон. Потому что я открыла посылку. Протестировала аромат. И сразу заказала себе флакон. Потому что уж очень мне он понравился. Таким вот образом открывается коробочка. Здесь еще вот так вот брошюрка внутри. Так, здесь у нас, да, описано. А, и тут у нас как раз Буанталенти пирамида указана. И Фиор де Пейн. Интересно. Может быть, здесь даже... А, ну тут просто может быть на разных языках. В общем, такая вот наклеечка. И сам флакон. Кстати, надпись такая, я вам сделаю под съем. Она, знаете, как будто бы... Так как-то расплывчато напечатана. Не особо как будто качественно выглядит эта печать. Как будто бы чернила немного растеклись. Наверное, так задумано. Я так думаю. Что скажу про этот аромат. Действительно, когда вы его только распыляете, ощущается действительно свежий, теплый хлеб, батон. Или это какая-то выпечка. Но это довольно быстро стихает. Да, вот сейчас прям хлеб. И далее все это немного стихается. Красивое такое мягкое ирисовое звучание. Как я и сказала, заявлен хлеб. Далее лист фиалки. Именно эта фиалка красивая начинает раскрываться. Гомот, ирис, нагармота, тюльпан, цветок апельсина, ваниль, кедр, бобы тонко, ветивер и мускус. Стартовые ноты. Вот эта нота хлеба. Она даже как будто бы немного першит в носу. Даже сложно как-то вдыхать. Но это все быстро затихает. Сделяется нота фиалки, нота приятного ириса. Такой вот мягко-сливочно-гурманский даже подтон. Красиво здесь звучат нота бобов тонка. И, кстати, где-то я читала такой отзыв, что говорили, что на старте вот эта хлебность дает немного ощущения носков. Таких не очень свежих. Я, конечно, не скажу, что у меня здесь звучит чем-то таким неприятными носками. Но вот такое вот ощущение, прям бьющее в нос, вот этой вот сухостью, есть. Но это все-таки хлеб для меня. Это не какие-то неприятные носки или что-то в этом духе. В общем, однозначно нетривиальная, необычная гурманика, которая трансформируется в такое женственное ирисово-фиалковое звучание. Мне понравился. И далее потом под впечатлением я себе заказала еще один отливантик вслепую от бренда под названием Мотельда. Может, как-то так. Я вообще сейчас не буду его распылять. Я, в принципе, когда только начала его вдыхать, я ощутила очень приятное какое-то тоже сливочно-ягодное звучание, похожее на буанталинте. Но он интересно переходит в такую приятную цветочность и становится очень таким воздушным, цветочно-пудровым, женственным. И мне захотелось флакон, я себе приобрела флакон. Также, кстати, заказала себе отливантик аромата, тоже новиночки от Вильгельм Парфюмери. Аромат называется Back to the Roots. Что скажу, на старте это тоже такое довольно интересное прочтение такого морковного ириса. Он даже немного землистый ирис, но почему-то со временем он уходит в такое прям одеколонистое мужское звучание, поэтому буду еще разнашивать, пока нет. Но вот буду дальше еще носить. И также заказала себе отливантик La Tulip от Byreda. Я вам рассказывала, что выбирала между Cartier и La Tulip. И что касается тюльпана, все-таки он как-то, знаете, на моей коже звучит очень таким мыльным чем-то. То есть прям ощущение такой вот явной мыльности стирального порошка. Это приятно, но как-то вот эта вот именно зелень-цветочность быстро стихает и уж очень много мыльности. Далее, что я себе еще приобрела, это вот такой вот спрей от Aline спрей-антистатик. Очень актуальная вещь, потому что волос очень электролизуется, особенно в шапках, в головных уборах. В общем, это очень такая актуальная тема. Буду пробовать и потом делиться впечатлением. Вот. Это первая у нас часть распаковки. И встретимся с вами во второй части. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. И на этом я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, там много всего интересного в режиме онлайн. И всем пока-пока!